Добрый день, уважаемые коллеги! Рада приветствовать вас на очередном вебинаре проекта Директ Академия. И сегодня мы с вами поговорим о библиографических описаниях законодательных актов и стандартов. По сути, мы с вами продолжаем начатую на прошлом вебинаре от 31 октября тему, связанную с законодательными актами, нормативными документами, на примере ГОСТов и патентов мы их рассмотрим. И в прошлый раз мы говорили с вами о заголовках, подробно их разбирали, особенно для законодательных актов. Но сегодня пришла пора двигаться дальше. И переходим к тому, что нас ожидает. Но вначале мне хотелось бы задать вам один вопрос. Коллеги, посигнайте мне, пожалуйста, огонечком или поставьте какой-нибудь значок, любой плюс или минус в чат. Если вы на прошлом вебинаре не были, то есть те, кто не смотрел, не был на вебинаре по заголовкам. Мне надо, чтобы понять, насколько мы сейчас эту тему проскочим или немножечко к ней вернемся. Ага, ой-ой-ой. Понятно, все, все, поняла. Спасибо, спасибо большое. Немножко мы эту тему затронем краешком, чтобы было понятно, о чем идет речь. И я вам дам чуть попозже ссылку, тогда подробности уже можно будет посмотреть. Запись этого вебинара есть. Я вам скажу, где ее посмотреть. Хорошо? Итак, библиографические описания, законодательных документов, нормативных документов, ЧГОСТов наших особенно, чего только мы не увидим в списках литературы, каких только вариантов описания законодательных актов, официальных документов мы не обнаружим в списках использованной литературы и источников. Вот примерно такой сборник песен из разных работ студентов, магистрантов, аспирантов на слайде у нас приведен. Всего пять примеров. И теперь у меня к вам следующий вопрос. Посмотрите на вот этот списочек и напишите, пожалуйста, в чат номера тех описаний, которые, как вам кажется, вот как нам кажется, не задумываясь сильно на первый взгляд, что те номера, которые, вам кажется, что описание здесь сделано правильно. Если вы считаете, что все примеры верные, напишите в чат плюс. Никаких номеров, просто плюсик. Если считаете, что все с ошибками, напишите в чат минус. Ага. Так, минус, минус, минус. Так, отлично. Отлично, да. Совершенно верно, коллеги. Здесь все описания у нас содержат те или иные ошибки. Иногда очень много. Очень здорово, что мы сразу это с вами видим. Ни одно из приведенных описаний ГОСТу не соответствует. Везде допущены ошибки, которые нужно исправить, переписать, переоформить. Иногда найти недостающую информацию, чем мы сегодня с вами и займемся, попутно узнавая, как это можно оформить правильно. В соответствии, в рамках нашего ГОСТа. И два вопроса, которые мы сегодня рассмотрим, это про законодательные акты, основной массив информации, и ГОСТы, и патенты. Ну, начнем с законодательных актов. Ой, сейчас указку возьму. Потому что структура описания ГОСТов и патентов, библиографического описания, она очень похожа на описание законодательных актов. Только немножечко другие сведения мы берем, но структура, она похожа. Поэтому, если знаешь одно, то второе сделать уже гораздо легче, учитывая нюансы, естественно. И начнем мы с вами вот с чего. Есть вообще два варианта описания под заголовком и под заглавием. Вот на слайде мы видим два примера. Описание федерального закона под заглавием, и второй пример под заголовком. Первый пример как-то более привычный. Чаще всего так и делаем. Ну, по крайней мере, то, что видим в студенческих работах, в статьях, ну, там, где издательство разрешает включать законодательные акты в список литературы. Не везде это есть. В некоторых издательствах просят указывать подстрочной сноской, ссылкой, но не включать в список пристатейной библиографии. А в некоторых издательствах разрешают это делать. Поэтому здесь надо внимательно, вот что касается статей, нужно внимательно читать, разрешено или не разрешено. Но, тем не менее, если даже разрешено, все равно мы чаще всего сталкиваемся с первым вариантом. Однако второй вариант более предпочтительный. Описание под заголовком. Ну, во-первых, для решения задачи группировки наших материалов в списках, потому что есть определенная структура, и на прошлом вебинаре мы как раз с нее начинали, мы смотрели структуру законодательных актов в списках литературы. Конечно, нет единственно верного такого определенного и ГОСТом утвержденного варианта вот только в таком порядке приводить. Но есть рекомендации, есть методические рекомендации, есть установившиеся традиции, как оно должно быть. Поэтому там можно будет посмотреть. И когда мы весь наш массив обработанных документов начинаем распределять в соответствии с этим списком, то, конечно, когда описание у нас сделано под заголовком, это гораздо удобнее, быстрее сделать. Во-вторых, быстрее проводить такой визуальный обзор и анализ имеющейся литературы, сколько каких законов, подзаконных актов, стандартов и других официальных документов в данной работе было использовано. Не упустили ли мы какой-то важный для исследования закон или положение, или указ. И данный анализ, он важен и на этапе оценки письменной работы, когда уже в процессе защиты аттестационная комиссия открывает и смотрит, ага, что-то мы упустили. И сразу видно. И особенно на этапе подготовки работы, когда и научному руководителю понятно, что мы указали, чего не указали, ему легче дать нам рекомендации, что-то посоветовать или указать на то, что мы упустили какой-то важный законодательный акт, который должен в нашей работе, в общем-то, быть проанализирован, присутствовать, хотя бы ссылкой и упоминанием в тексте. И если вы внимательно, пока я тут рассказывала про список и полезности описаний под заголовком, посмотрели на эти два описания, вы могли заметить, что, в общем-то, описания первого и второго варианта не сильно-то отличаются друг от друга. А именно это является чаще всего выбором в пользу первого описания. Ой, там меньше писать, там не надо писать заголовок. Да, заголовок-то писать не надо, но обратите внимание, все вот это, что ушло здесь в заголовок, оно в первом варианте тоже присутствует. Но это уже не заголовок, это уже становятся, эти же слова становятся другим элементом и переходят в область сведений, относящихся к заглавию. То есть сказать, что первый вариант меньше, чем второй, нельзя. И в том, и в другом случае мы используем одни и те же фразы, одни и те же. Хотела сказать элементы, элементы немножко другие становятся, но слова у нас просто в разных местах описания. То есть по объему не сильно-то у нас и отличаются эти два описания. Вся разница только в том, как они расположены, куда мы их запишем. Если не в заголовок, то в сведения, относящиеся к заглавию, мы их обязаны указать. Или мы их выносим в заголовок. Кроме того, если мы обратимся к примерам в самом госте, к образцам, в гости библиографическая запись, библиографическое описание 2018 года, наш основной гост по описаниям, то мы с вами увидим, что в блоке примеров образцов описания законодательных актов приведены только под заголовком. Здесь он выделен жирным шерифтом, чего мы не делаем в наших списках литературы. Мы их жирным шерифтом не выделяем, но для каталожных карточек выделяются жирным шерифтом и еще выносятся, когда вручную пишем, еще выносятся на отдельную строку. Это уже для библиотек. Для них библиографов нам зато видно здесь в образце. Сами мы не будем их выделять жирным шерифтом, но зато нам видно, вот он, заголовок. И гост как бы сам нам намекает, делай с нами, делай, как мы делай под заголовком. Поэтому мы будем рассматривать варианты, но мы не забываем, что описание под заглавием, оно допустимо. То есть нельзя сказать, что нет, нельзя, только под заголовком, потому что в госте так написано. Ну да, в госте так написано, но если мы привыкли делать под заглавием, мы можем сделать и под заглавием, хотя немножечко мы так отходим от требований госта, особенно для студентов первого курса, чтобы они хотя бы приучились остальную часть описания делать грамотно, тогда можно пойти на это. И самый большой наш страх связан с тем, что мы не понимаем, как формулируется заголовок этой библиографической записи. Мы его просто боимся, а когда мы уже знаем, для нас это уже не представляет большого труда. И в общем-то сделать, именно поэтому мы делаем выбор, чаще всего, в сторону описания под заглавием. Но с этим можно справиться. На прошлом вебинаре мы как раз с этим и справлялись. Тем более, что для формулирования заголовков и законодательных актов у нас есть целый раздел, посвящен этому в госте заголовок библиографической записи ГОСТ Р7080-2023. Новый у нас вышел. И вот там целый раздел. Я вам прямо из прошлого вебинара прямо привожу вот этот вот, по пунктам расписанный этот раздел, какие вопросы в каждом пункте у нас рассматриваются. И давайте я вам сейчас сразу дам для тех, кто особенно не был у нас на предыдущих вебинарах или на предыдущем. Вот здесь вебинары про ГОСТы. Мы рассматривали все ГОСТы, которые используются при составлении списков литературы. И в том числе ГОСТ по заголовкам. Вот там эта схемка тоже есть. Мы на ней более подробно останавливались. Вот я вам здесь ссылку на этот вебинар привожу. Особенности формулирования заголовков для законодательных актов, документов органов государственной власти, других официальных документов и нормативных ресурсов мы разбирали на прошлом вебинаре от 31 октября более подробно. Вот я вам ссылочку тоже сюда привожу. Здесь можно посмотреть. Самое главное для тех, кто не был, обратите внимание, у нас есть три важных пункта. Заголовок наименования, включающий в себя наименование органа государственной власти, его структура, как формулируется, что входит, что опускаем, что не опускаем. Заголовок, содержащий наименование высшей государственной должности страны или ее субъекта, субъекта Российской Федерации. И третий заголовок наименование законодательных и иных официальных документов. Вот что нам важно помнить, когда мы составляем заголовок библиографической записи на законодательные акты или официальные документы. Вот эти три момента. Когда мы берем в руки документы, мы сразу смотрим. Это документ чей? Это он создан органом государственной власти? А вот здесь надо обратиться уже, на прошлом вебинаре мы это разбирали, поэтому посмотрите, надо понимать, что является органом государственной власти, а что не является. Это документ высшей, то есть организация, условно говоря. Это организация органов государственной власти. Либо это документ, который создан высшим государственным лицом, занимающим высшую государственную должность, человек. Либо это не написано. Это не решение, не постановление Государственной Думы, не постановление правительства, то есть это не орган государственной власти. Это не указ президента, это просто федеральный закон. Сюда попадает? Нет. Сюда попадает? Нет. Куда попадает? А вот сюда. Заголовок наименования законодательных и иных официальных документов. То, что мы можем отнести к разряду законы. И вот три вида таких заголовков у нас и встречаются, когда мы делаем описание законодательных документов. И вот здесь очень важно помнить, что у нас есть высшая государственная должность страны, президент Российской Федерации или ее субъекта. У нас есть субъекты Российской Федерации. Вот это важно подсказку иметь под рукой. На всякий случай, если вдруг мы забыли, куда быстренько нырнуть и посмотреть, это субъект или не субъект. У нас три города, только три города, имеющих статус федеральных. Москва, Питер, Санкт-Петербург, прошу прощения, и Севастополь. Все остальные города не являются субъектами Российской Федерации. Вот так вот. А так у нас их 89. Края, области, что там еще, республики. И вот это нужно уже четко понимать, что вот этот документ, закон Алтайского, законодательства, не знаю, Государственной Думы или правительства Алтайского края, постановление о чем-то. Вот это будет орган государственной власти, но Алтайского края. Или постановление, или указ главы республики Адыгеи. Вот это человек, глава республики, значит, вот этот 6-7 пункт нам понадобится. Высшая государственная должность субъекта федерации. Проверяем, республика Адыгеи вообще является у нас субъектом Российской Федерации. Да, она в списке субъектов. Все, значит, мы делаем описание по вот этому пункту 6-7. Федеральный закон об образовании Российской Федерации. Не написано, не указано, значит, по 6-8. Вот по этому пункту. Вот примерно как можно быстро сориентироваться, подпадает под эти пункты наши заглавие или нет. А если у нас, например, решение городской думы, города Псков, Псковской городской думы, о том-то, том-то или там администрации города Пскова, о чем-то, городская дума, управляющая орган. Стоп. Это субъект, смотрим, город Псков, является субъектом Российской Федерации? Нет, в списке его нет. Значит, сюда не попадает. Да, вот сюда не попадает. Сюда тоже нет. У нас есть название, что это решение городской Псковской думы. Значит, если ни один из этих трех вариантов у нас не относится, это орган государственной власти, кстати, Псковская городская дума. А вот здесь нужно провести маленькое исследование. Органом государственной власти федеральным региональным значением является он или нет. Делается очень просто. В поисковике просто набираете город Псков и смотрите, это какое образование. У нас же городская дума города Пскова. И смотрим. Ага, муниципальный. Значит, это орган самоуправления. Не подпадает под значение органов государственной власти. А вот если бы Псковская область является субъектом федерации, и если бы у нас был документ областной думы, условно говоря, органов управления области, вот тогда он бы делался вот по этому пункту. Все остальные, вот, 6-4. Форма приведения и наименования организации в заголовке. Поэтому для Псковской городской думы у нас будет. Как он называется? Вот такое название у нас в заголовок пойдет. Псковская городская дума, если там это какое-то постановление, какого-то созыва чего-то, в идентифицирующие признаки, в круглые скобочки записывают. Вот он, наш заголовок. Вот как можно отличить и учитывать вот эти три варианта заголовков. Они у нас и встречаются. Чаще всего мы имеем дело с одним из этих трех вариантов, которые у нас с жирным шрифтом и выделены. И вот как будет выглядеть наш заголовок на эти три варианта, три документа. Вспоминаем, что все заголовки на законодательные материалы, документы органов государственной власти, они являются сложными и состоят минимум из двух звеньев, которые отделяются точкой. И вот тут главная сложность понять, где закончился заголовок, где начинается название документа. Еще одна страшная вещь, когда мы не знаем, где тут название, где тут заголовок. Смотрите, все очень просто. Первое звено всегда идет юрисдикция. Ну так условно называют, говорят, юрисдикция. То есть обозначение либо страны, либо территориально-административного деления, к которому относится второе звено. Государственная дума. Это орган государственной власти Российской Федерации. Вот пример вам на заголовок. Это вот пример заголовка, заголовок, включающий наименование органа государственной власти. Вот он, пожалуйста. Российская Федерация президент. Это вот наш 6-7. Содержанное именование высшей государственной должности страны или ее субъекта. А если бы у нас была, например, Республика Адыгея, какой-то указ главы Республики Адыгея, мы бы написали Республика, не Российская Федерация, Республика Адыгея, точка, глава, точка, и дальше пошло уже название документа. Москва, правительство или Москва-мэр. Помним, три города у нас. Москва, Санкт-Петербург и Севастополь, где мы вот таким образом можем писать. Все остальные города нет. Российская Федерация, Министерство экономики, то же самое органы государственной власти. Вот у нас здесь три органа государственной власти. Правительство, Дума, Министерство экономики и президент. На желтом фоне – это вот наш третий вариант. Заголовок наименования законодательных и иных официальных документов. Условные. Их сюда тоже относят к этой схеме формулирования заголовков. И мы можем писать вот так. Российская Федерация законы. Дальше название закона. И дальше мы уже поясняем, какой это закон федеральный ФСФ, ФКЗ, федеральные конституционные законы и так далее. Договоры, международные договоры тоже сюда же относятся. Там военные уставы, наставления и прочее. В ГОСТе они, кстати, указаны в этом пункте, какие документы по этому принципу формируются. Вот мы с вами заголовок сформулировали. Теперь нам осталось понять, а что же там заглавие. И вот смотрите, уже не так страшно. Мы уже знаем, что сначала будет идти название территории, потом административно-территориальное отделение, юрисдикция. Что касается законов, вот это важно в заголовке указывать. Это говорит о том, на что распространяется этот закон. Если мы написали Российская Федерация законы, и дальше пошло название закона, это закон, относящийся к территории всей Российской Федерации. Если же названия могут совпадать, быть одинаковыми. Тем более мы иногда упускаем закон об образовании в Российской Федерации. Иногда у нас как в списках пишут? Закон об образовании. Все. А закон об образовании может быть, например, Камчатского края. А мы этого не указали. Просто закон об образовании. Забыли, что это Камчатский край. Заголовок не написали. И может получиться нехорошая вещь. Мы вот над этим моментом не подумали в самом начале. У нас может получиться вообще содержательная ошибка. Не в оформлении. Мы можем действие закона об образовании, распространяющегося на Камчатский край, масштабировать в контексте нашей работы. Ну какая разница? Закон об образовании, закон об образовании. А на территории всей страны-то это же неправильно. И может получиться очень некрасивая, содержательная ошибка, что говорит о хороших, ну нехороших наших исследовательских навыках. Поэтому лучше перепроверять. Один – это хорошо. Ольга, да, я для примера просто привожу, просто внимательно смотрите. Если названия могут быть похожие или одинаковые, то здесь еще один из вариантов, чтобы ничего не перепутать, то формулирование заголовка нам в этом как раз помогает. Это мы просто для примера взяли. Они могут быть похожи, а студенты иногда могут и перепутать. Поэтому это лишний раз проверить, перепроверить, правильно ли мы используем и в том ли контексте. И вот примеры, как формулируются наши заголовки. Ну вот так это выглядит в самих документах. С заголовками мы разобрались. Российская Федерация, президент, распоряжение. Российская Федерация, президент, указ. Это все будет заголовок. А что будет у нас с заглавием? Вот посмотрите, здесь очень легко понять, где у нас заглавие, где у нас заголовок, даже в самом документе. Обратите внимание. О продлении срока, о назначении, о координационном совете, о порядке, о награждении, об основах охраны здоровья. И вот смотрите, все эти, вот это будет нашим основным заглавием нашего документа. Все они начинаются либо о, либо об. Вот нам подсказка. Где заканчивается в описании, когда мы встречаем описание под заголовком. Где заканчивается заголовок, где начинается заглавие. Обращайте внимание, начинается с каких слов о или об. Что мы в самом документе видим. Значит, все остальное, постановление, правительство, Российская Федерация. Вот это у нас уходит в заголовок. А заглавие всегда вот оно. Поэтому, если вы сомневаетесь, как-то встретили не совсем корректно написанное описание, откройте сам документ и посмотрите, как написано там. Это вам тоже будет подсказкой. Ну, вот такой лайфхак, как быстро определить, да где у нас название самого документа, а где у нас заголовок. Здесь у нас представлено. Ну, такая простая вещь. И, ну, о которой мы иногда забываем. И мы определяем, где в документе. Ну, эти сведения нам же нужно из документа собрать, поэтому нам важно открыть сам документ и определить, где данные для заголовка основного заглавия и его сформулировать. Помним, что заголовок законодательных актов документов органов власти и субъектов федерации сложный. Всегда минимум два звена. И при наличии еще может появляться дополнительные звенья, структурные подразделения. Например, Российская Федерация, Министерство финансов, Российская Федерация, точка, Министерство финансов, точка, Департамент налогов и сборов, точка, письмо о чем-то там, да, О, название этого письма и дальше пошло пояснение. То есть может быть и три звена, поэтому на это О, ОБ ориентируемся, сколько бы звеньев перед ним не было, название документа, основное заглавие, начинается именно с этих слов О и ОБ. И вот мы собираем наши сведения. Здесь у нас будет сложный заголовок, Российская Федерация, вот она. Не написано ни президент, ни правительство, ни Государственная Дума, ни министерство, какое-либо ведомство. Значит, просто федеральный закон, сюда вторым звеном пишут законы. Унифицированное название документа. Вот сюда пишем «законы», «договоры». У нас закон. Основное заглавие, вот оно, «Об общих принципах организации», вот мы его сюда переписали. А вот это слово «федеральный закон» у нас пойдет уже в сведения, относящиеся к заглавью. Это обозначение самого документа, что это не конституционный, не федеральный конституционный закон, а именно федеральный закон. Какой закон? Вот это мы уже в пояснении к основному заглавию и напишем. И вот, возвращаясь к нашему списку, мы теперь уже спокойно можем переформулировать, даже из тех сведений, которые у нас есть, ну, не из всех, конечно же, мы можем уже составить заголовок и основное заглавие. «Российская федерация», точка, «Президент», точка, «О стратегии развития года», то, что в кавычках, без кавычек, конечно, записываем, точка, или двоеточие. Точку мы здесь не ставим. И дальше пойдет уже пояснение. Все остальные данные, от какого числа, номер закона, это уже в сведении, относящиеся к заглавию. Письмо, поэтому в конце у нас здесь точка не стоит специально, не ставлю, чтобы мы ее не поставили. Двоеточие, отделенное пробелами, и дальше пойдет пояснение. Письмо Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, наверное. Открываем документ, находим это письмо, смотрим, да, Российская Федерация. Пишем, «Российская Федерация, Министерство науки и высшего образования». Российская Федерация, точка, «Министерство науки и высшего образования», точка, дальше название, без кавычек, документа о направлении информации. Все остальное у нас идет в сведения, относящиеся к заглавию. И потом уже название. Министерство вообще Минобранауки России. Замечательно. Расшифровываем. Российская Федерация. Точка. Министерство науки высшего образования. Точка. Вот тут нам надо открыть сам, найти сам документ. Слава богу, у нас есть дата и номер. Находим по дате и номеру сам документ. Его название без кавычек. Двоеточие, отделенное пробелами. И все остальное у нас уже уходит в пояснение. Смотрите, меньше минут у нас ушло на то, чтобы переформулировать почти половину библиографического описания, составить в заголовке. А вот это вообще непонятная вещь. И мы ее решить не сможем, пока не откроем сам документ. Для этого нам надо найти, что это распоряжение, чье правительство, президента, кого. Хорошо, что есть номер и дата. Ну вот, будем искать по номеру и дате. Где искать? Основные ресурсы, которыми можно пользоваться. Официальный интернет-портал правовой информации. Собрание законодательства. Парламентская газета. Российская газета. Ну и как дополнительные варианты. Вот этот файлик я вам открываю для скачивания. Его можно забрать. Ну и дополнительные справочные поисковые информационные системы. Портал. Гарант у нас информационно-поисковый портал. Справочные поисковые системы. Консультант плюс. Ими тоже можно пользоваться для того, чтобы найти документы. Четыре ресурса, приведенные здесь, это те ресурсы, на которых законодательный документ должен быть опубликован. И тогда он считается вступившим в действие, имеющий силу. То есть это официальное опубликование этих документов. Поэтому лучше пользоваться ими. И вот в эти системы, не опубликованные ранее на официальных порталах или в печатных изданиях документ, он в ресурсах, он сюда не попадет. Поэтому этими системами тоже пользуются. И юристы часто в своей практике. В юридических конторах они тоже этим пользуются. И мы в своей учебной деятельности эти ресурсы используем. И у нас есть подписки оформляют учебные заведения. Поэтому вот. Но первое это вот четыре главных ресурса. Лучше всего пользоваться проверенными ресурсами, а не так, что где-то там в интернете на каком-то сайте я что-то нашел. В этом случае могут содержаться ошибки, в этом случае могут содержаться опечатки, намеренные или ненамеренные. Что-то может быть опущено. Поэтому лучше использовать проверенные ресурсы, а не просто что-то там в поисковике я нашел. Заходим на эти ресурсы и там уже ищем информацию. Где, что там можно найти. Единственное, что... Парламентская газета. Здесь есть и законодательство, и различная дополнительная информация, новости. Ну, газета это и есть газета. Это издание Федерального собрания Российской Федерации. И поэтому в парламентской газете не будет ни актов, подписанных президентом, ни правительства Российской Федерации документов. Здесь публикуются только законы федеральные или ФЗ, или федерально-конституционные ФКЗ. И акты самого Федерального собрания Российской Федерации. Ну и плюс дополнительно еще какая-то информация. Если мы ищем какой-то указ президента, то не вот здесь. Вот здесь мы его не найдем точно. Это только федеральные законы и федерально-конституционные законы. Официальный интернет-портал правовой информации. Это ресурс только электронный. И он является официальным ресурсом для публикации актов законодательных. Здесь публикуются законы, акты парламента, президента, правительства, международные договоры и много-многое другое. Поэтому ты можешь пользоваться смело и спокойно. Собрание законодательства. Второй наш ресурс. Это и законы, и акты президента, правительства, решения конституционного суда и другие важные документы. Здесь можно тоже. Это просто сухое такое издание актов. Выходит еженедельно. Поэтому на него делаем описание как на периодический ресурс. Давайте я вам ссылочки дам на всякий случай в чат. Вот это на первый наш ресурс. Интернет-портал правовой информации. Вот это на собрание законодательства. Там есть свои особенности в описании. Мы их сейчас посмотрим. Так, ой, здесь у меня кусочек влез из другого текста. На него я вам сейчас тоже ссылочку дам. Парламентская газета. Вот как они у нас в списке идут, я вам сейчас на всякий случай в чатах продублирую. И российская газета. Ну и, конечно же, смотрите, вот с учетом чего где есть, чего где можно не найти. В российской газете это издание правительства Российской Федерации. Ну и, конечно, это тоже является таким официальным публикатором законов, актов парламента, президента, правительства, решения конституционного суда, центральной избирательной комиссии и другие-другие значимые документы. То есть можно тоже здесь найти. Хотя по газетам не очень удобный поиск. Удобнее искать по официальному интернет-порталу правовой информации или в собрании законодательства. Собрание законодательства выходит и в печатном виде, и в электронном виде точно, но лежит как републикация. Публикация, да, со всеми печатными вот этими вещами. Там огромное количество страниц, поэтому легче им пользоваться в электронном виде. Но ссылочка у вас есть, вот можно использовать. Конечно же, действия консультант плюс кодекс или гарант никто не отменяет и, в общем-то, не запрещает ими пользоваться. Ну вот, не всегда у нас, если нет подписки, не все документы там лежат в открытом доступе, есть ограничения на просмотр. Поэтому имеет смысл, наверное, поискать сначала вот здесь. Вот здесь большинство, практически вот сколько документов мы искали, они в открытом доступе, можно открыть, прочитать прямо там. Там очень удобно, особенно если мы знаем хотя бы название документа, номер и дату, мы спокойно можем найти вот это же распоряжение. Мы находили вот это распоряжение именно по этому ресурсу. Вот, но даже если в этих ресурсах закрыт доступ к полному тексту, а нам надо просто уточнить информацию для библиографического описания, как правило, титулные листы, они открыты в доступе. Там открывается только кусочек, а потом говорят там оформите подписку, да, документ закрыт, не для всех глаз. Но титулный лист, как правило, он нам дается для просмотра, поэтому здесь мы тоже можем этими ресурсами воспользоваться для целей формулирования библиографического описания. И вот мы с вами переформулировали. Вот у нас получился заголовок, заглавие. Второй заголовок, заглавие. По ресурсам мы нашли всю недостающую информацию. Да, вот он, заголовок, заглавие, заголовок о направлении информации, заглавие. И даже распоряжение мы нашли. Оказалось, это Российская Федерация, правительство об утверждении плана проведения в Российской Федерации десятилетия науки и технологий. Вот так было написано в самом документе. Как было написано в документе, так мы и написали. И потом уже через двоеточие мы будем писать, что это распоряжение от какого числа. Вот мы сформулировали, даже вот это мы нашли. И мы сформулировали очень хороший и заголовок, и основное заглавие. Пришла пора переходить дальше. Формулировать сведения, относящиеся к основному заглавию. Вот они все собраны у нас здесь. Нам нужны все сведения о номерах, датах, утверждениях, одобрениях, что и написано в самом гости. Пункт 5.2.5.9, который я вам сейчас приведу, вот он здесь, вот это, в гости 2018 года, он прям содержит структуру библиографического описания для законодательных актов. При составлении библиографического описания законодательных нормативных ресурсов в сведениях, относящихся к заглавию, приводят их обозначение, вот она первая группа, дату введения принятия, что есть, то и пишем, введение или принятие. А если и то, и другое, то и то, и другое. Сведения о ресурсе, вместо которого введен, принят данный ресурс. Вот, в принципе, схема, по которой мы исследуем. И вот мы собираем все данные точно по этому списку. То есть список у нас уже проведен в самом гости. Вот мы их собрали. Обозначение документа. Вот оно, федеральный закон. От какого числа? Вот оно есть. Номер федерального закона есть. Причем вот эти данные могут на разных ресурсах, особенно если пользуемся электронными, писаться совершенно в разных местах. Дата. Кем принят, утвержден, одобрен. Вот оно есть. У нас есть принятие. Кем был принят дата. Одобрен Советом Федерации дата. И вот, чтобы не запутаться, чего, куда писать, особенно в самом начале, мы можем прямо вот по этой схеме и записывать вот сюда. Вот мы собрали все наши данные. Федеральный закон от такого-то числа номер, принят Государственной Думой такого-то числа года, одобрен Советом Федерации. Все, больше у нас здесь никакой информации нет ни о редакциях, ни об изменениях, ни о том, вместо какого закона он введен. Этого мы здесь не видим. Значит, ну нет, значит нет. И хорошо, нам меньше писать. Отлично. Теперь мы идем расставлять правильно знаки. Основной заголовок, основной заглавий у нас уже есть. Ставим двоетучие, отделенное пробелами. И просто, вот видите, у нас три группы сведений получилось. Они три разные. Это про номер закона и дату. Это про то, кто принял и когда. А это кто и когда одобрил. Три группы разнородных сведений. Но это все сведения, которые поясняют наше основное заглавие. Поэтому вот этот знак мы просто три раза повторим. И вот мы его повторяем. Копи-паста. Скопировали. Поставили. Знак не забыли. Следующий знак сразу после него поставили. Принят Государственной Думой. Написали. Одобрен. Написали. Вот они, три наши группы сведений. Уже в нашем библиографическом описании. Стоят на своих местах и отделены нужным знаком. Все. А дальше вот это. Здесь было отдельное издание закона. Поэтому мы можем записывать, как для обычного библиографического описания. Место издания, издательство. Если их два, вот мы их два написали. Год, страница, СБМ, текст непосредственный. Все. Вот она, самая основная страшная часть, которая так пугает, когда мы составляем описание на законодательные акты. О боже, сколько там писать, откуда все брать. Все самое простое, наверное, описание. Даже проще, чем на многотомнике сделать или на отдельный том из многотомного издания. Все уже есть в самом документе. Нам нужно только эти сведения скопировать и поставить в нужное место. Все. И не забыть знак, отделенный пробелами, двоеточие, добавить. Вот она схема. Данные о принятии. Это прямо из текста самого ГОСТа. Данные о принятии, введении, одобрении, изменениях, вместо какого ресурса введем. Вот мы делаем по схеме. Обозначение ресурсов. Федеральный закон. Вот он. Прямо цветами у нас здесь помечено. Дата введения и принятия. Принят Государственной Думой от такого-то. А одобрен Советом Федерации. Вот этих сведений у нас нет. Если у нас в документе есть сведения о редакции. Например, в редакции от такого-то числа мы их смело копируем и вставляем вот сюда. Вместо какого у нас же этих сведений нет. Мы их сюда, если нет, то мы вместо них сюда вставляем. Если у нас есть сведения о ресурсе предыдущем, вместо которого он введет. Мы его поставим на свое место, а сюда добавим в редакцию. Сведения об одобрении. Почему они приведены у нас сереньким цветом? Вот это мы можем не писать. Вот эти сведения могут быть опущены. В самом ГОСТе есть пункт 494, если не ошибаюсь. Который позволяет нам это сделать. Да, 494. Некоторые сведения, имеющиеся в источнике информации, можно не приводить в библиографическом описании и не обозначать их пропуск. Например, название орденов, воинских ученых, почетных степеней и званий, термины, указывающие на правовой статус организации и данные об одобрении, допуске и тому подобное. То есть вот эти сведения об одобрении, там упомянуты, пункт 494, на основании которого мы в четвертом разделе ГОСТа общих правил, на основании которого мы сведения об одобрении можем опустить. Хорошая новость. Но если у нас никаких других сведений, как в нашем примере, в нашем документе больше нет, ни об изменениях, ни о чем, можем и оставить. То есть это не ошибка, если мы их привели или не привели. Но, а вот дата введения, принятие, вот это обязательно должно быть. Это мы уже не опускаем. Еще один вариант, с которым мы можем столкнуться. Ну вот смотрите, мы опустили сведения об одобрении, принятие осталось. Вот оно. И у нас, например, есть указание, что этот закон в редакции от какого-то числа, такого-то года, вот мы его сюда добавили, и действует с такого-то числа, такого-то года. Это мы сюда тоже добавляем. Это тоже важный момент, который, если он указан в самом документе, нам обязательно нужно указать в описании. А вот, и вот так будет выглядеть наше описание, часть его. Если же у нас стоят квадратные скобки, вот, например, вот эта редакция, сведения о редакции и о действии этой редакции, это действует не сам закон, сам закон у нас от шестого, а в редакции от такого-то, и вот эта редакция действует вот с такого-то числа. Это действие с редакции, поэтому оно дальше у нас тут стоит. Но эти сведения у нас здесь стоят в квадратных скобках. Что это обозначает? Это обозначает, что на самом титульном листе, скажем, или титульном экране документа, откуда мы брали вот эти данные, указано не было, но в самом тексте документ где-то там мы их нашли. Вот тогда сведения, которые мы сформулировали сами, взяли не с титульного листа или оборота титульного листа, мы ставим в квадратные скобки. Что мы их сами добавили, что там не было указано, но это есть. Поэтому мы дописываем, но ставим в квадратные скобки. Поэтому имейте в виду, если что-то стоит в квадратных скобках, это значит было сформулировано самим библиографирующим лицом. Если закон представлен в виде отдельного печатного издания, то мы информацию собираем с титульного листа, оборота титульного листа, но иногда имеет смысл посмотреть и обложку. И используем схему и составляем описание. Вот схема у нас здесь есть. Указания на изменения дополнения и на дату этих изменений и дополнений мы тоже в описании включаем. Вот у нас получается схема вот такая, как на обычное печатное издание. Издательство год, место издания издательства год, номера страницы СБН, текст непосредственный, заголовок и вот сведения, относящиеся к заглаве. Вот мы их расписываем. Что сюда относится? Сюда относится вот много чего может. Но это все мы берем копипаста и копируем, вставляем, копируем, вставляем. С оборота титульного листа, с титульного листа, если он и есть, вот в данном издании была обложка и сразу идет вот так. То ли титульный лист, то ли титульный лист с информацией об обороте. То, что должно быть на обороте титульного листа. Они приравнены, поэтому не страшно, мы берем и отсюда добавляем. Обозначение ресурса, федеральный закон. Вот он у нас будет. Дата введения или принятия, тоже мы ее здесь находим в описании. Сведения о ресурсе, вместо которого введен принт, если есть, мы их записываем, если нет, то нет. Сведения о редакциях, об одобрении мы, помню, можем опустить. Тут и так много всего. Сведения о редакциях, на какую дату дополняем, и введение в действие этой редакции. Мы дополнили. У нас получилось красивое описание. Ну, вот еще один вариант. По той же схеме действуем. И также берем сведения. Вот у нас открыт федеральный закон. Вот мы его вставили, обозначение ресурса. От какого числа, вот прямо так вот все копируем, сюда вставляем. Будет у нас федеральный закон. От такого-то декабря, номер такой-то ФЗ. Вот все, первая группа сведений закончилась. Дальше. Дата введения или принятия. Кем принята дата принятия ввода? Мы ее нашли. Принят в Государственной Думе. От числа, вот мы и поставили. Сведения об одобрении мы можем опустить. Можем поставить, можем опустить. Хорошо, мы приняли решение. Опустим, меньше писать. И сведений, вместо какого закона принят, у нас нет. Вот это вот все писать не надо. Это список изменяющих документов. Вот это вот не надо. Не пишем. Вот все. Если есть, что в редакции такой-то, с изменениями на такое-то число, вот только эту коротенькую фразу. Вот это вот ради бога в описании не надо переписывать. Про редакцию не забываем. Вот такой вариант у нас может быть из разных источников. Левый и правый пример. Один и тот же закон об образовании в Российской Федерации. Федеральный закон. Для заголовка мы сведения оттуда и основного заглавия. Мы берем Российская Федерация, закон об образовании в Российской Федерации, двоеточие, федеральный закон, номер, дату, дату, номер записываем, двоеточие, принят Государственной Думой, одобрен Советом Федерации, можем опустить. И вот смотрите, вот закон и вот закон. Обращайте внимание на редакции, почему их в описании лучше указать. Принят закон Государственной Думы, одна и та же дата, дата одобрения, одна и та же, то есть это один и тот же закон, но этот с изменениями на 30 декабря 2021 года, и редакция действует с 1 января 2022 года, а этот закон в редакции с изменениями на 8 декабря 2020 года, и редакция действует с 1 января 2021 года. То есть это два совершенно разных варианта. И обращайте на это внимание, обязательно это указывайте. Вот это вот не надо переписывать, мы уже написали изменения на какое число, редакция с какого числа действует. Вот, вот этого нам достаточно. И вот эти данные мы берем. В описании все. Вот это вот не надо. Не вставляйте. Иначе описание будет больше, чем сам закон. Но на это важно обращать внимание, потому что могут изменения коснуться именно тех пунктов, о которых вы в своей работе указываете. Или вот еще. Редакция от 17 февраля 2023 года и действует с 28 февраля 2023 года. Особенно если вы проводите анализ разных редакций одного и того же документа, вот это в описание обязательно нужно вставлять, чтобы было понятно. И вот все данные мы отсюда собираем. Вот он, заголовок. Российская Федерация, точка законной. Дописываем. Унифицированное название, что это закон. Об образовании в Российской Федерации. Основное заглавие. Пробел, двоеточие, пробел. Федеральный закон. Вот она, дата. Видите, здесь написано дата, номер ФЗ. Вот как вы видели, вот это относится к федеральному закону. Все добавили сюда, получилась первая группа сведений. Вторая группа сведений принят в Государственной Думе. Прямо скопировали, поставили. Только большую букву в купе меняем на маленькую. После двоеточия с маленькой буквы пишем слова, кроме наименований, обозначения официальных документов, особенно органов власти. Поэтому федеральный закон с большой буквы, а принят с маленькой буквы. Вот она, одобрен, можем опустить. И дальше пишем, вот, Светлана, к вашему вопросу. И дальше пишем, пробел, двоеточие, пробел. Принят такой-то Госдумой 2012 года. Пробел, двоеточие, пробел. В редакции от такого-то числа, пробел, двоеточие, пробел, действует с 28.02.2023. Вот как здесь написано, так и пишем. Все. Вот это в конец уже вставляем. Вот. Вот, вот они. Вместо которого мы это пропускаем, у нас этого нет. Сведения о редакциях, на какую дату, и введение в действие этой редакции. Введем в действие такого-то числа. Вот, в конце. Две группы сведений у нас получаются. Вот, вот по этой схемке. Но здесь лучше перепроверить, потому что мы это взяли с какого-то сайта. Поэтому лучше перепроверить по одному из тех сайтов, о которых мы говорили в начале, ресурсов опубликования, или хотя бы посмотреть, как здесь оформлено, либо в СПС, либо в Консультант Плюс, либо в Гарантии, либо на сайте правовой информации. Уточнить все-таки про редакции, чтобы все было у нас правильно. И вот краткое резюме по законодательным актам. Сведения из непредписанных источников ставим в квадратные скобочки. Если мы нашли где-то информацию, которой на титульном экране или титульном листе у нас не было, но мы ее дополнили. Поэтому в квадратные скобочки. Сведения, относящиеся к заглавию, после двоеточия с большой буквы пишутся. Имена собственные географические официальные названия документов, что у нас и есть. То есть федеральный закон, указ президента мы пишем с большой буквы. А вот принят, одобрен, это все с маленькой буквы после двоеточия. При копировании просто обращайте внимание. Из документа ставим, чтобы у вас тут большая буква не улезла. И несколько групп разнородных сведений отделяем друг от друга двоеточием. Отделенная пробелами. Видите, у нас несколько раз этот знак повторяется. Принят, отдельная, одобрен. Отдельную мы можем опустить, мы с вами говорили. В редакции от отдельная группа. И действует эта редакция тоже отдельно группа. Ну а дальше обычное библиографическое описание. Если есть сведения о версиях в редакциях, указываем в описании. Ну и вот примерно такой схематичный у нас наш пример. Вот он здесь тоже приведен к нашему резюме. Федеральный, а как мы его сократим? Фед, Федер? Нет. Вот эти вот названия пишите полностью. Федеральный закон? Не-не-не. В сведениях, относящихся к заглавию, не сокращайте. Название, обозначение официальных документов. Указ президента, федеральный закон, федеральный конституционный закон. Лучше писать полностью. Зачем? Не, ну если хочется помучиться с правильными сокращениями, то, конечно, пожалуйста. В примере в ГУСТе, да, я понимаю, вы можете сказать, а вот там приведено УК, но надо было что-то написать в сведении, в обозначении этого документа, поэтому взяли вот как с обложки. Приведено УК. Так его не описают. Не уголовный кодекс, а УК сокращено. Зачем? Не знаю. Лучше писать полностью. Лучше не сокращайте, потому что если особенно вы будете писать в методических рекомендациях к студенческим работам, у вас начнется эпопея. Фед, федер, федерал, федерально, и как только не будут указывать. Госсокращение есть, да, но будут ли они им пользоваться и каждый раз заглядывать, или, ну, если вы им табличку сделаете сокращений, то тогда да. Вообще в сведениях, относящихся к заглавию, не принято сокращать, так же, как и в основном. В заглавиях у нас не сокращают. Ну, здесь, смотрите, опять же, если очень хочется, то можно, опять же, в соответствии с ГОСТом, но как-то более принято, особенно в законодательных актах, писать полностью. Ну, и опять же, для кого вы пишете эти, если пишете методические рекомендации, то для кого? Для студентов? Или если в библиотеке для себя, то другой вопрос. Про студент, как правило, сокращение. ГОСТ по сокращению не смотрят, вам нужны будут тогда все вот эти слова, что вы сокращаете, прямо провести табличкой, как это правильно сокращать, все равно будут кто как, кто во что гораздо. И следующий момент у нас, то есть такого запрета строгого нет, но как-то взят курс на полное написание слов. Меньше ошибок делаем. И вот схемы и пример описания закона в полном варианте. Описание на отдельное печатное издание. И вот, смотрите, вот мы сделали с одобрением, здесь у нас без одобрения. Вот такое описание у нас получается. Но это если печатное издание, а если у нас электронный ресурс, то здесь первая часть, которую мы делаем на описание, тогда получается, как чаще всего, как на составную часть этого ресурса. первая часть у нас точно так же, вот эти сведения об заголовок, основной заглавии, сведения об ответственности, относящиеся к заглавию, это мы все пишем ровно так же, как мы делали. Но если у нас, например, не книга, которая лежит на каком-то сайте, не вот эта вот книга лежит на сайте, а сам закон размещен, там, например, в консультант плюс или в гарант, то тогда первую часть мы делаем как на составную часть ресурса. Первая часть все ровно точно так же, как мы писали сведения, относящиеся к заглавию. Вот мы их все сюда написали. Сюда пишем текст электронный, потому что это относится к составной части ресурса и относится к самому вот этому тексту, этого закона. Как для составной части ресурса те же правила действуют и здесь. И дальше за двумя косыми черточками мы просто указываем, что это за ресурс. Например, СПС, консультант плюс. Можно так написать сокращенно. СПС. Можно писать консультант плюс. Пробел, двоеточие, пробел, справочная, поисковая система. Расписать словами. Или вот так сокращенно. Тот и другой вариант может быть. И дальше, а вот дальше у нас может быть три варианта. Ну, как минимум три. В зависимости от того, какой системой мы пользовались. Первый вариант сайта. Ресурс сетевого распространения. Мы просто открыли страницу консультант плюс, и у учета там полный текст. Икона был, мы с ним работали. Вот мы этот URL сюда указываем, дату обращения. Второй вариант. СПС плюс. Сайт с ограниченным доступом. Тоже сетевая версия, но с ограничениями. И вот мы дописываем режим доступа по подписке. То есть это платная версия. Это открытая для всех. Это платная версия. У нас должна быть подписка. И тогда, перейдя по этому адресу, мы увидим весь текст закона. Иначе, перейдя по этому адресу, мы увидим только первую страничку или там какой-то объем текста. И дальше оформите подписку, заплатите. Дата обращения. Вот мы подсказали, что должна быть подписка, и тогда сможете. Может быть и такой вариант. Доступ из локальной версии. А вот у нас стоит, и нам интернет не нужен, и мы просто можем открыть и там поработать. Тогда просто пишем доступ из локальной версии. Но дату обращения пишем, когда мы к ней обращаемся. Это же электронный ресурс. Адрес просто у нас не будет. Может быть еще вариант. Локальная сетевая версия. Есть и такая история. Тогда мы здесь напишем. Локальная сетевая версия. Это, знаете, локальная сеть. То есть я имею доступ к этому документу, только зайдя в эту локальную сеть, которая действует, например, на территории ВУЗа. Но мне также понадобится, там будет URL. Это не локальная версия, есть локальная программа, а есть локальная сеть. Она действует только, например, на территории одной организации. И мне надо зайти с компьютера этой организации, и тогда мне будет доступна эта версия. Но URL у меня будет, мне нужен интернет, если нужен для этого. Если нет, тогда мы делаем вот этот вариант. Вот такие варианты у нас могут быть. И значит, за двумя косыми черточками мы просто подставляем нужный нам вариант. И указываем тот, например, ресурс, которым мы пользуемся. СПС Консультант Плюс или ИПП Гарант, или система Кодекс, или еще что-то. Или название сайта. Если мы брали сайтов, вот те четыре ресурса, которые мы с вами смотрели, там подписка не требуется, значит, у нас будет вот этот первый вариант. Только здесь мы пишем название сайта, через двоеточие объяснение, что это официальный сайт, там чего-то, если в названии это не указано. И адрес URL, то есть страницы, где мы этот закон смотрели. Вот, например, вот так у нас может быть. Вот. Официальный интернет-портал правовой информации. Тире, точка тире, URL, дата обращения, когда мы к ней обращались. Вот если мы с одного из наших интернет-ресурсов это брали. Если у нас будет, например, парламентская газета, или там российская газета, то нужно указать, что это электронная версия, что это электронная версия ресурса, да, ежедневно в печатном виде выходит, особенно если выходит, или и в печатной, и в электронной. Вот официальный интернет-портал правовой информации, он только в электронном виде. Собрание законодательства. Вот здесь есть тоже маленький нюанс на библиографические описания законодательных актов, которые мы берем из собрания законодательств. Мы указываем статью. Не только страницы, но и статью. Все дело в том, что все законодательные акты здесь идут под номерами, называются статьями и идут под номерами. Поэтому это еще один идентифицирующий признак, на случай, если мы где-то ошиблись, найти именно нужный документ. Вот мы делаем описание ровно так же, как мы делали до сих пор. Федеральный закон, Российская Федерация, законы о внесении изменений, федеральный закон номер, дата номер, принят в Государственной Думе, две косые черточки, из собрания законодательства Российской Федерации, год, номер. Здесь мы делаем как для журналов, потому что это периодический ресурс, он выходит еженедельно. Статья, номер. Здесь условно приведены цифры. Дальше страницы и текст непосредственно. Вот статью обязательно нужно указывать. Это особенность законодательных актов из собрания законодательства. Мы указываем статью. Вот она пишется обычно вот так в самом документе. Вот он, номер статьи о внесении изменений. Вся информация здесь есть необходимая нам для первой части. Вот мы ее отсюда берем. Номер у нас есть, год есть. Осталось только номер статьи написать. Ну и страницы, вот они здесь указаны. Страницы тоже указываем. И вот если мы наш предыдущий список доделаем до конца. Так, вижу. Прошу прощения, Елена Примак увлеклась. Только сейчас увидела. При локальной версии обозначаем текст электронный. Да, да. Но мы же смотрели локальную версию. Все равно с экрана монитора. Это же все равно электронный документ. У нас просто нет доступа, нам не нужен доступ в интернет. Но он все равно лежит на компьютере. Он все равно оцифрован. Это все равно цифровая среда. Поэтому электронный пишем в записи, конечно. Но помним о хитрости. Что если у нас есть и печатная, и электронная версия. И нам, например, говорят, что у вас много электронных документов. Источников переделайте, чтобы у вас было побольше печатных. То есть, если есть печатная версия, мы указываем данные для печатной версии. А слова электронный текст поменяем на текст непосредственный. Ну, такая не очень хорошая хитрость. Но что делать? Иногда приходится данные. Но если у вас документ в электронном виде только присутствует, мы уже такое не можем предпринять. Смотрите, текст непосредственный или текст электронный, если мы делаем на весь документ целиком, он у нас выложен отдельным файлом, например, лежит как отдельное издание в электронной библиотеке. Тогда мы пишем в конце. Но как только у нас появляются две косые черточки, тогда мы пишем перед двумя косыми черточками. У нас, получается, здесь мы зашли в базу данных. Гарант – это база данных, которая наполнена вот этими документами, статьями. То есть она состоит из этих статей. И вот этот документ, он является составной частью, составляет эту часть этой базы данных. Это не отсканировано и выложено. Вот мы на следующем вебинаре как раз будем про статьи говорить, где там републикация, где электронная версия, где печатная версия, а где чистый электронный документ. В этом случае он является частью этой базы данных. Он не… Одно дело, если он вышел в печати, мы его отсканировали и положили к себе на сайт. Вот тогда мы можем сделать на него описание. Он отделим. Это как книжка, которая стоит в библиотеке. А здесь он не просто стоит в библиотеке. Он лежит в самой этой базе. Поэтому если у нас две… Давайте сейчас посмотрим, где у нас здесь. Но если мы смотрели… Здесь печатная версия есть и электронная версия. Вот вы про это, наверное, спрашиваете. Почему в конце? Да, согласна. Здесь можем переставить. Давайте мы его сейчас прямо и переставим. Вот этот текст непосредственный. Вот сюда. Вот, да. Составная часть, совершенно верно. Отлично. Спасибо, Елена. Да, все правильно. Слайд исправим. Убежал он у нас в конец. Перед двумя косым черточками. Да, сюда ставим. И вот у нас получается вот такое описание. Здесь никаких данных не было. Только указ, от какого числа номер. Не принят, не одобрен. Это, естественно, нет. Текст электронный, ИПП, гарант. Дата обращения. Дата обращения. Давайте посмотрим, что у нас где-то здесь опять убежало. Да, что-то. Конечно, нужно. Так, сейчас я только цвет поменяю на красный. Вот сюда мы его поставим. Давайте мы его вот так потолще сделаем. Вот. Вот. Ага. При копировании иногда у нас что-то может убежать. Вот. Вот. заголовок, основное заглавие, сведения, относящиеся к заглавию, письмо. И вот здесь мы можем указать, например, остановиться на этом, а можем указать дату опубликования, когда она была в самом документе. ИПП, если мы откроем это письмо, если мы откроем это письмо, там указана дата опубликования в этой системе 27 июля 2021 года. Можем указать сведения, но мы можем указать в сведения, относящиеся к заглавию, почему нет. Текст электронный, ПП, гарант, URL, двоеточие на месте, точка в конце есть. Все. Вот мы составили наше описание. Приказ. И обратите внимание, вот здесь мы в примерах пишем просто приказ от такого-то числа. В примере ГОСТ вы можете увидеть, например, и в некоторых описаниях, что опять идет приказ Министерства науки, и высшего образования Российской Федерации от такого-то числа. И тот и другой вариант допустимы. Вот этот вариант мы можем использовать в том случае, если у нас все данные приведены в заголовке. Мы уже в заголовке написали, что это Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, а это его приказ. Значит, по логике мы можем эти слова пустить. Тогда зачем мы их выносили в заголовок? Вопрос. Если мы опять то же самое пишем здесь. Мы обозначение документа, вот приказ от номер такого-то числа. Вот его название. И вот чей приказ Министерство науки и высшего образования Российской Федерации. Все данные у нас для идентификации этого документа есть. В списках, так как не является обязательной областью, как это не обязательная область, указываем, указываем текст непосредственный, текст электронный, в списках литературы мы здесь указываем, если иное не указано в ваших требованиях. Смотрите, мы можем опускать текст электронный в том случае, если список литературы у нас состоит в основном из электронных документов, больше половины. Или чаще опускается текст непосредственный, потому что из 35 источников 20 у нас печатный. Вот для них мы можем опустить по правилу большинства эти указания этой области. Но если у нас меньшинство электронных документов, текст электронный, мы должны писать. Ну и вот остальные наши письма, оставшееся письмо, вот мы его с вами тоже переделаем. Я уже боюсь по поводу выеточий. Нет, только в одном месте у нас не скопировалось, к сожалению, но мы его исправили. Все, в остальных местах все у нас на месте. Надеюсь, да. Заголовок, заглавие, письмо от такого-то числа, дата публикации ВПП, гарант. Можем писать, можем не писать, но мы написали, чтобы это была дополнительная информация. И вот у нас наше описание. А вот теперь смотрите. Это под заголовком. Если мы делаем под заглавием, используя эти же данные, у нас будет вот так. О направлении информации. Письмо Министерства науки, высшего образования Российской Федерации. Видите, мы ровно то же самое сюда пишем. От такого-то числа до номер, дата публикации, все остальное ровно то же самое. Видите, что у нас получилось? Под заголовком и под заглавием примерно одинаково. Одинаково, одинаковые слова у нас ничего не сокращается. Они просто меняются на первое место. Выходит основное заглавие. А то, что у нас было в заголовке, мы сюда переносим. Вот здесь письмо, приказ и так далее после двоеточия. Мы пишем с большой буквы это обозначение документа. Так же, как федеральный закон. В самом документе оно тоже идет. Письмо Министерства образования. Просто вот здесь мы вот эти слова Министерства образования вынесли в заголовок. А здесь их оставили на месте. Поэтому это как обозначение документа. Указ президента. Мы всегда пишем с большой буквы указ президента. Поэтому здесь важно понимать, что это обозначение документа самого. Поэтому мы его пишем. Вот в данном случае, то, что касается законодательных актов и официальных документов, тогда мы пишем, если есть такое пояснение, пишем с большой буквы. А все остальные слова с маленькой. Дата, принят, утвержден и прочее. Все остальное с маленькой. Это как название документа. Как кусочек из названия документа. Поэтому мы его сюда с большой буквы пишем. Ну а последний пример уже оставляем за вами. Попробуйте его составить. Вот это наше распоряжение. Часть мы сделали, заголовок и заглавие. Ну так, на домашнюю работу. Для самоконтроля. Попробуйте составить уже из пульса. Материалы, знания, умения. Немножко потренироваться. И к нашим нормативным документам. Здесь совсем маленький кусочек ГОСТа. Раздел 8. ГОСТа по заголовкам. Посвящен вопросам формирования заголовков для нормативных документов, стандартов наших и прочих. Очень, очень, очень коротко. Всего три пункта и всего три абзаца. Даже одной странички там нет. Какие пункты из раздела 8. Он посвящен заголовку наших стандартов и нормативных документов. И здесь всего одно правило. Обозначение документа выносится в заголовок. И вот три пункта, которые регулируют наши стандарты, ресурсы по техорегулированию, разные САНПИНы, санитарные правила 8.2 и 8.3 касаются патентов. Вот так формируются примеры заголовков. Вот так будет выглядеть заголовок на нормативные документы. Полегче, чем для законодательных актов. Всего одно звено, но много букв. И выбивается из этой серии патент. На патенты вот таким образом будет выглядеть заголовок. И библиографическое описание. Да, ну и в заголовок. Что туда включается? Индекс документа, обозначение ГОСТ, ОСТ, САНПИН и прочее. Цифровое или буквенное. Ну, в данном случае ГОСТ и ОСТ. Цифровое или буквенное обозначение. Вот это вот. Это мы с вами на предыдущих вебинарах тоже рассматривали. И год принятия. Все, вот они у нас есть. Для ГОСТов в статусе национального стандарта. Это для ГОСТов в статусе межгосударственного стандарта. Ну и для ОСТов по-разному может выглядеть. Открываем сам документ и смотрим. Также мы можем сделать два варианта описания. Под заголовком и под заглавием. Но в этом случае, если мы обозначение документа выносим в заголовок, мы его второй раз вот здесь уже не повторяем. А под заглавием название у нас вынесено в начало. Значит, мы его должны повторить. Видите, оно никуда не девается. Что так, что так. Оно все равно будет фигурировать. Только если в начале мы его второй раз здесь не пишем. И если мы его в начале не написали, а в начало у нас пошло название ГОСТа, то тогда мы пишем обозначение сразу после названия ГОСТа через двоеточие. Вот и вся разница. Они просто поменялись местами. Все остальное остается ровно одинаковым. Указываем, что это национальный стандарт или межгосударственный стандарт. Это официальное издание. Кем утверждено, введено в действие, это все мы не придумываем. Это также мы открываем документ и оттуда копируем и вставляем в описание. Номер, дата, дата введения в действие. Причем, смотрите, вот это номер и дата, это приказ. Это касается приказа. А вот это введение в действие самого ГОСТа. За косой чертой, то, чего у нас не было в законодательных актах. Мы пишем, кем он разработан. Разработан федеральным. Можно ли сокращать? Сейчас спросит Светлана Потеева. Можно. Только по ГОСТу. И указывать можно одно учреждение. Ну и ДР в квадратных скобочках. Тогда остальных уже туда записываем. Ну здесь у нас было три. Вот мы их три указали. Здесь мы расписали просто все. Можете указать одно первое и ДР поставить в скобочки. Москва, издательство, год, страницы. И вот здесь мы записали в серию, что это СИБИД. Система стандартов по информации библиотечному. Здесь это печатка вижу. И у нас переместилось. И издательскому делу. Часть ГОСТов могут объединяться в такие семейства. У нас это СИБИД. Система стандартов. И вот все ГОСТы, которые касаются этих вопросов, мы сюда записали. О, как было указано, так из источника и взяли. Ровно так, как это было в источнике. И вот примерно схема, которая у нас здесь вот таким вот образом может быть представлена для этих видов ресурсов. Для наших стандартов. И даты введения. Спрашиваете, а чего так странно, да, Татьяна? Как-то раньше мы им все словами писали. Это, наверное, вот это вы интересуетесь. Вопросы ГОСТу. Вопросы ГОСТу. Он нам предлагает таким образом. Тут два варианта. Чаще всего так может быть указано в самом источнике, тогда мы берем оттуда. Либо вот этот пример сделан по описанию из самого ГОСТа. Поэтому смотрите, если ориентироваться на ГОСТ, то вот такой формат записи. Раз ГОСТ нам разрешил, значит, возможен. Либо пишем привычным нам способом, так как это указано в самом источнике. Тогда смотрите, как это указано в самом источнике. Тогда вот так приводим. То есть это не ошибка. Если сами примеры посмотрите. Именно ровно так они и написаны. И вот сведения, относящиеся к заглавию. Вот они у нас здесь расшифрованы. Примерно то же самое, что мы для законодательных актов делали. Обозначение документа. Но если мы его вынесли в заголовок, то мы здесь просто пишем, что это национальное... Пояснение, что это официальное издание, что это национальный стандарт. Вот это мы сюда можем написать. А саму аббревиатуру уже не пишем. Дата введения или принятия. Каким приказом. И дата введения в действие. Вот какие данные у нас есть. Вот мы вместо этого сюда их записываем. Да, ну и второй раз указывать не надо. Вот. Это напоминание. Если мы под заглавием делаем, то вот так. А если под заголовком, то сюда уже не пишем. И откуда мы берем сведения? Вот она схема. Вот наши сведения, относящиеся к заглавию, расписаны. Вот мы открываем сам ГОСТ. Вот мы видим. Вот она аббревиатура, вот он заголовок. Вот мы вот это все сюда просто записали. Основное заглавие. Библиографическая запись, библиографическое описание. Все. Это у нас пошло в основное заглавие. Можете сделать пометочку общие требования, правила составления. Как правило, они каждому ГОСТу у нас так и идут. А дальше. Издание официальное. Вот мы сюда можем написать. Национальный стандарт. Вот. Национальный стандарт. Двоеточие. Издание официальное. Вот они откуда взялись у нас в нашем описании. Вот здесь. Национальный стандарт. Утвержден, введен в действии. Издание официальное. Вот это мы сюда, отсюда забираем. Место издательства, год издания. Вот они. Количество страниц. Все. И вот оно. Первые сведения об ответственности за косую чертой, которую мы точно можем провести. Ну и открываем оборот титульного листа и смотрим. Утвержден, введен в действие. Приказом скопировали, поставили. Все, нам здесь только отформатировали, да? Капсулку брали. Сведения об ответственности. Вот оно разработано. Кем? Можно вообще скопировали, поставили. Все. Здесь три организации, да, вполне. Можно написать первую, поставить ЭДР. Вот сведения об ответственности. Здесь нам думать особо не нужно, ломать голову, как представление других библиографических описаний. Открывай, и если знаю, откуда что взять, схемка есть под рукой, я просто копирую и в нужные места вставляю. Все. И здесь вот это вот много букв. Мне не надо даже писать их ручками. Я могу скопировать и поставить. Все. Вот мы видим. Все, все. Все готово. Описание готово. И вот оно у нас уже такое есть. Если в электронном виде, опять же, смотрим. Например, мы взяли с какого-то сайта. Условно пишу портал государственной правовой информации. Это может быть сайт Федерального агентства по метрологии и так далее. Тогда мы пишем текст электронный. И чаще всего его там и можно найти. До двух косых черточек. Так же, как мы делали для законов. Видите, первая часть. Только сюда добавились еще сведения об ответственности. Текст электронный. И две косые черточки. Частью, какого сайта он является. И вот то же самое. Текст электронный. Ну, можем пояснение, с какого сайта мы это взяли. Через двоеточие написать, что это сайт какой-то. И если сетевой ресурс с ограничениями и справочно-поисковой системой, то же самое. Первая часть у нас правильно идет, как мы делали до сих пор описание. И за двумя косыми черточками просто показываем, есть ли у нас какие-то ограничения по доступу или нет. Вот все как для электронных ресурсов. Ну, и по ссылкам. В ссылках мы указываем на нормативные ресурсы заголовок, основное заглавие, место издания в год для печатных ресурсов или URL, если адрес сайта, если это электронные, и страница или страница. Вот так будет первичная ссылка. На повторные, непоследовательные мы можем указать просто обозначение документа и страницу, откуда это взято. Обозначение документа, номер, дату утверждения. Вот оно все в эту аббревиатуру у нас входит. И страница самого ГОСТа, на который мы ссылаемся. С законодательной актой то же самое. Из собрания законодательств мы только добавляем номер статьи. Вот эта схема для повторных ссылок, непоследовательных, она действует и для законодательных актов. Заголовок, заглавие ресурса и страница или URL, адрес, где мы этот закон смотрели. А вот для собрания законодательных актов мы еще напишем статью. Вот, ну вот, коллеги, вроде бы и все. Добрались мы с вами до завершения нашей сегодняшней встречи. Так, смотрю. Ага, Юлия Усанова про... Поняла же вытрепещущий вопрос про текст непосредственный и текст электронный. Смотрите, все зависит от целей. Вид содержания и средства доступа. Все зависит от целей и от принятых требований той организации, для которой вы указываете эти обозначения. Да, можно, принимает библиографирующая организация, но в случае... И если в библиотеке так принято, то значит так и пишем. Можно ли опускать... Это уже принимать решение в библиотеке, но для списка источников, когда мы говорим об этом, условно обязательном элементе в списке лучше все-таки указывать. Почему? Если вы не пишете, что это текст непосредственный, текст электронный, это может опускаться в предстатейной библиографии, в требованиях, да. Текст непосредственный или текст электронный. Да, лучше пусть привыкают, лучше его указывать, потому что сейчас очень много информации, которая и так, и так существует, или существует только в одном из этих видов. И иногда бывает очень важно понять, а вы этот ресурс как смотрели? Как печатный или как электронный? Ну, если это важно, тогда нужно обращать на это внимание. Для студентов лучше пусть пишут. По крайней мере, они учатся отличать источники, где у нас электронные, где у нас печатные, чем они отличаются. Это тренировка навыка внимания. Видите, это же иногда. Да, сразу будет видно, в том числе и преподавателям, и научному руководителю, и аттестационной комиссии, с каким источниками вы работали. Это же защита идет быстро, надо быстро пролистнуть и посмотреть, а вообще с какими источниками он работал. А печатный источник он вообще открывал? В жизни вообще видел или нет? Или только по сайтам интернета? И вот тогда это сразу бросается в глаза, мы сразу это видим. URL и, может быть, печатная публикация, которая выложена в формате републикации на электронном ресурсе, но в этом случае нам уже URL не помощник. Нужно будет увидеть, дописать, что это републикация, что это печатный источник. Только он был отсканирован, и я его так смотрел, потому что доехать до библиотеки не было возможности. И вот на следующем вебинаре я вам скажу, как это написать, чтобы и преподавателю было понятно, что работал с аналогом печатного ресурса. Либо это электронный текст, который он читал где-то. Вот электронный не всегда, а если локальная версия, как тогда быть, мы же ее реально указываем. А текст пишем, что электронный. Или работал с архивом оцифрованным, например, какого-то писателя или деятеля. Это файлы не опубликованные, но они лежат. Кто-то приезжал домой, например, и работал на его компьютере с этими материалами, потому что их даже не дали переслать. Какой URL? Его не будет. Это будет неопубликованный документ. Второй еще вариант, где у нас может не быть URL. Неопубликуемые документы компаний. Пришел на практику, поработал. Там попался документ для внутреннего пользования в локальной версии. На сайт он не выкладывается. URL у него не будет. Разрешение на использование этого внутреннего документа в дипломной работе компания отдала. Согласовали, в каком виде, какие цитаты. Его нужно как-то указать. Мы его указываем как непубликуемый документ. Он не выложен на сайте. Никакого URL не будет. Но мы напишем, что это текст электронный, потому что я его читал только с компьютера, и он существует только в цифровом виде. Но не в этом. Да, да, на него не всегда можно дать ссылку. Он не публикуемый. Но мы можем указать, что, например, по согласованию доступ к материалам, по согласованию с пиар-отделом такой-то компании. То есть если кому-то захочется посмотреть, вы обращаетесь туда, и если они разрешат, то вы увидите. Но документ существует. Мы его не придумали. Да. Вот. Так. Прямо вот горячий спор. Надо указывать или нет. Смотрите, на печатные статьи, например, мы не указываем текст в конце. Мы указываем здесь. На электронные тоже до двух косых черточек. И на целые ресурсы в конце. Лучше, конечно, указывать. Нет, собранием законодательства можно пользоваться в электронном виде, в доступе, в открытом, конечно. И смотрите по поводу разгоревшегося спора. Почему лучше всего указывать? Я на следующем вебинаре еще покажу, какие еще слова лучше указывать, когда мы работаем со статьями, чтобы быстро, например, вот как Любовь Андреев говорит, все равно работают с электронными версиями. Естественно, в большинстве своем мы работаем с электронными версиями. Но нам важно понимать, есть ли печатная версия у этого издания, тогда мы можем ее подать как печатную. Какая разница, как мы работали. С экрана монитора или в библиотеке открывали этот закон. Если мы с правильного сайта заходили. И вот эти вот слова, это тоже очень хороший такой момент, который может нам сориентироваться, где можно убрать, где нельзя. И еще одну подсказку я вам на следующем вебинаре покажу, что можно указывать в публикациях, в статьях, взятых из интернета, чтобы быстро сориентироваться. Где можно вот этот хвостик убрать, про электронные ресурсы оставить только печатные, а где нельзя. Вот он очень здорово работает. Разбавлять электронные... Да, ну вот я про это и говорю, Вероника. Разбавлять электронные источники вымощными, как это можно сделать гораздо быстрее. На следующем вебинаре я вам вот эту фишку покажу как раз. Ну вот, коллеги, вроде и все на сегодняшний день. Так, добрались до конца. Успели поспорить по поводу тех... Не, ну конечно, как библиограф у меня, просто вот пишите текст непосредственно, писать текст электронный, не важно, что это условно-обязательный элемент, всем всегда и всюду, да, так в стиле Маяковского хочется окнороста сделать. Но я понимаю, что есть нюансы, и вы понимаете, что есть нюансы. Есть, мы можем ориентироваться на... Использовать правила и пункты ГОСТа с тем, чтобы не писать эти обозначения. Здесь, опять же, речь, решающее слово остается за библиографирующей организацией, как это принято у нее. Но если мы говорим о библиографирующем лице, то есть студент, аспирант, автор статьи, преподаватель, вот здесь мы все-таки зависим, как библиографирующее лицо отправил в библиографирующие организации, куда мы эту статью подаем или работу сдаем, в нашей библиотеке, нашего ВУЗа, того издательства, в которое мы статью подаем. И вот здесь мы уже будем ориентироваться не столько на нашу «хочу-не хочу», сколько на те правила, которые изложены там. А если они не изложены, то, пользуясь ссылками на пункты ГОСТа, мы можем либо написать, либо не написать. Но смотрите, если в требованиях к публикации статьи написано, писать и делать описание по ГОСТу 2018, а не как ссылки, а как список литературы, тогда придется этому следовать. Поэтому здесь варианты для, скажем так, возможности для вариации, они предусмотрены. Самое главное оставаться в рамках ГОСТа, использовать пункты по назначению, знать, куда отослаться. Вот, Юли, правильно так. А вот здесь написано вот так-то. Написано, соглашусь. Но всегда учитывайте, куда вы эту работу будете сдавать. Где можно вот так. А я не буду писать, а потому что вот так. А где вы скажете, ну не пишите, мы ваше статью не опубликуем. А не важно, что у вас здесь, сергарит. А нам-то какое дело. Либо вы оформляете по нашим требованиям, либо до свидания. О, а вот здесь вот особо не пас. Сначала опубликуйтесь, потом спорите. То есть очень аккуратно. Есть библиографирующее лицо, есть библиографирующая организация. И всегда смотрим те требования и правила, которые прописаны там. Вот. Ну вот, коллеги, вроде бы и все. В материалах забирайте. Я вам там два слайда сделала. Один наш с контактами для скачивания. И второй слайд с ресурсами, где публикуются официального опубликования законодательных актов. Вот их забирайте. И, коллеги, напоминаю, что в январе у нас новый запуск курса библиография для небиблиографов. 27 января мы стартуем. И вот там у нас будет актуализация. Да, обязательно актуализируем программу с учетом новых наших ГОСТов, новых описаний. И то, что мы на вебинаре вот сегодня посмотрели, попытались разобрать теории. На курсе мы это будем делать ручками. И заголовки формулировать, и основное заглавие законодательных актов, и разные виды. И посмотрим то, чего у нас не было. А если международный договор, а если это какой-нибудь документ Гена Ассамблии ООН, как его оформить и так далее. Такие вещи у нас тоже будут в заданиях. И тесты, то, что у нас написано в курсе тест, это не тест в чистом виде на теоретического характера, они будут практикоориентированные. То есть уже в самом тесте будет маленький, только это те же задачки, только маленькие, которые мы тоже будем решать. То есть проверка знаний у нас практикоориентированная, как вы сможете это применить на практике. То есть это такое микрозадание. Но теоретически вопрос чуть-чуть, конечно, будет. В основном практически. И всем участникам курса вот эти схемы, шаблоны, многие о которых мы говорили, и плюс еще те, которые еще вдобавок будут. Все это будет в виде такого раздаточного материала, каждой теме такой комплект шаблонов, которыми можно пользоваться, схем, подсказок, шпаргалок, уже будет не просто в доступе, зайти посмотреть, где-то там на сайте, а я вам уже файлами просто всем участникам, кто не ниже активного слушателя, вот эти материалы просто на почту я вам буду посылать, чтобы вы могли уже ими пользоваться в своей практической деятельности. Ну, такое у нас небольшое дополнение к нашему курсу. Ну, вот, коллеги, на сегодня точно все. Спасибо всем, кто дожил до конца. Напоминаю, сертификат можно будет получить те, кто регистрировался заранее, уже можно было скачивать, и сейчас тоже. А те, кто зарегистрировался после 11 часов, надо будет немножко подождать, я приготовлю ваш сертификат, и вам на почту придет письмо-уведомление о готовности сертификата, из почты тоже можно будет перейти на страницу выдачи. Только не забывайте смотреть папку «Спам», иногда письма попадают туда. Ну, и, коллеги, если какие-то вопросы возникают, мои контакты здесь есть, можно и в группе мне в сообщении написать, и на почту тоже, если какие-то вопросы возникают, или сомнения, вот Юлия, да, там, вот с чем-то я не согласен, хочется поспорить, не бойтесь, пишите обязательно, потому что это для нас с вами важно, это наше с вами развитие в этой теме. Обязательно, обязательно пишите, буду очень благодарна, не скажу, что прямо вот сразу моментально отвечу, немножко поправлюсь, тогда уже отвечу всем. Всем счастливо, всем удачи и...